Девушки отдыхают Ты не имеешь права обесценивать ее заслуги Заслуги? Твои родители добились власти обманом и предательством У них нет никаких заслуг Все, что они принесли Шестицарством, это реки крови и бесконечное горе Только ради всеобщего спокойствия я оставил памятную табличку твоего отца Кто ты такой, чтобы судить о том, что они сделали? Пусть наша матушка и совершила немало ошибок Она все же усыновила тебя Тысячи лет она растила тебя Тебе не стыдно за то, что ты убил отца и вынудил матушку убить себя? Как же я был слеп Иначе, почему я так уважал тебя? Мой брат оказался неблагодарным и бессердечным мерзавцем Кто же ты такой? Кто я такой? А кто ты? Отец злоупотреблял своей властью А мать сеяла вражду по всем царствам Они забрали столько невинных жизней Ты и сам Знаешь, через что мне пришлось пройти за последние годы И теперь ты нашел Благородное оправдание своим Необузданным амбициям Суэфэн Тысячи лет Ты жил беззаботно Любимый сын Под защитой отца А также Матери Ты хоть пытался открыть глаза И присмотреться к происходящему В небесном царстве Ты хоть раз подумал, почему повелитель Вод выбрал для Дзиньми меня, а не тебя Почему я смог восстать и скинуть тирана с трона Почему я так легко смог занять его место Почему никто не помешал Твоей матери Спрыгнуть с балкона бездонной пучины Так узри же правду Дело не в том, что я беспринципный манипулятор А в том, кем были они Они нарушали все мысли мои законы и сами вызвали всеобщее недовольство Вздор Ты лжешь Я небесный император Небесное царство мое И Дзиньми, разумеется, тоже А что же ты? У тебя ничего нет Зачем мне лгать? В небесном царстве пришел мир И все живут спокойно У Дзиньми тоже все хорошо Ты никому из нас не нужен Зачем ты вернулся? Замолчи! Не смей говорить о ней Сюйфэн Ты мертв Я хотел наградить тебя посмертно Зачем ты разочаровываешь меня? Зачем ты вернулся? Ты позоришь сам себя Неважно Мы с Дзиньми уже убили тебя однажды Можем повторить? Запомни слова, что сказал сегодня Ты пожалеешь о каждом Жду с нетерпением Это твои люди Которых ты лично обучал Они прошли с тобой огонь и воду Но теперь Они все переметнулись ко мне Когда у вас ничего не было Я делился с вами последним Спасибо, что пришли Хочу всех вас Поздравить Со сменой хозяина Желаю великих достижений Ты же несравненный бог войны Пришло время показать шестицерствам Как ты хочешь убить своего брата И сразиться с бывшими соратниками Слушать мой приказ Сюйфен проник в запретный дворец Небесного царства Я приговариваю его к смерти Взять его Стойте Пошли все прочь Мир Это я лишила тебя жизни В каждом преступлении есть виноватый Ты должен мстить мне Повелительница Вот Вы так искренне любите Небесного императора Вы защищаете его ценой своей жизни Интересно А сам император Так же сильно вас любит Уходи Уходи Вы пересмотрели театральных постановок Вы защищаете императора Но пытаетесь передать мне тайное послание Какую игру вы ведете на этот раз? Хотите обмануть своего противника? Мир Подойди ко мне Прошу тебя Уходи сейчас же Не подходи Не подходи Отпусти ее И я дам тебе уйти Не приближайтесь Ни шагу дальше Уходи Уходи Наше дерево Увело За ним Да Нет Не надо Нет Ваше величество Ты же обещала Что отпустишь его Ты же не нарушишь слово Я ничего не обещал Терпение Небесного императора Не безгранична Хватит его испытывать Если ты не оставишь его Я умру вместе с ним Хватит делать глупости Мир Если приблизишься Я убью себя Я это сделаю Прошу, отпусти его Указ императора Убейте его Это восстание? Бессмертный Тайсы Если бы не забота Его высочества О старых друзьях Ты не стоял бы сейчас здесь Ваше высочество Когда мы сражались С Тауу Вы спасли меня Из когти и чудовища Ваше высочество Прошу Во время третьей войны С духами Я упал в реку забвения Если бы не ваше высочество Я бы лишился ног Ваше высочество Прошу Вы спасли моего брата В пещере тревог Ваше высочество Проходите Прошу Ваше высочество Проходите Ваше высочество Проходите Мы прощаемся с вами Ваше высочество Ваше высочество Берегите себя Сегодня я приходил Чтобы почтить родителей Благодарю вас за то Что нарушили закон Ради меня Но Птицам с разным оперением Не сидеть на одной ветке Я отрезаю платье ткани В знак прощания с вами Когда мы встретимся На поле битвы Вы не должны отступать Ваше величество Ваше величество У вас было так много Но вы упустили его По велетелю пламени Удалось скрыться По велетелю пламени Не удалось бы уйти Если бы его не отпустили сознательно Ваше величество Это я отпустил принца Я прошу о наказании По дзюнь Почему ты нарушил приказ Ваше величество Позвольте объяснить На поле битвы Его высочество Дважды спасал меня И я В долгу перед ним По дзюнь Ты злоупотребил властью Ты не ценишь нашего императора Тебе нет дела До законов небесного царства Признаю свою вину Я прошу о наказании Ваше величество Мы все виноваты Я уже говорил Что прошлое не имеет значения Если человек полезен Сюйфен был добр к вам Неудивительно Что вы решили вернуть свой долг Я ценю Вашу преданность Сегодня никто не будет наказан За содеянное Но я не одобряю такие поступки В небесном царстве есть законы Надеюсь Подобное больше не повторится Выполняйте свой долг И храните верность небесному царству Спасибо, ваше величество Подчиняемся вашему приказу Поднимитесь Благодарим, ваше величество Подзюнь Ты генерал дворцовой стражи Я доверил тебе свою жизнь Я верю, что он дважды спасал тебя Но я считаю Что пора начать все с чистого листа Иначе Ты будешь должен уже мне Я не повторю свою ошибку Небожительница Его величество у себя Его величество никого не принимает Я прошу вас уйти Небожительница Небожительница Ваше величество Сейфен всего лишь хотел почтить память родителей Я прошу тебя, прояви милосердие Небесное царство и так твое А у него не осталось ничего Ваше величество, я умоляю Ваше величество Я умоляю вас Небожительница Небожительница, уходите Небожительница Ваше величество Ваше величество Повелительница, вот, не уходим Я не желаю ее видеть Но Я унизил его перед всем небесным царством Теперь он совсем один, но он до сих пор Владеет тем единственным, чего хочу я Люди любят его Он устроил представление во дворце древних мудрецов Пришел и ушел, когда ему захотелось А Падзюнь Намеренно дал ему уйти Если это не остановить Священная армия Небесного Царства может снова переметнуться Ваше величество Вы преувеличиваете Если бы Падзюнь был предателем Он бы ушел вслед за принцем Повелитель пламени просто обучала Вместе они сражались на поле боя Разумеется, между ними есть связь Ты права Это пора прекращать Куанлу, можешь идти Я должен все обдумать Слушаюсь Мияр В твоей голове И в твоем сердце Нет никого, кроме Сюйфена Что бы я ни делал ради тебя Даже если я рискую жизнью Даже если я лишаюсь половины отведенного времени Тебе все равно Вы все предали меня Вы все пошли против меня ради него А раз так Не вините меня за жестокость Отец подарил этот огненный жемчуг моей матери Матушка так дорожила подарком Я оставлю его здесь Пусть это место станет могилой моей матери Ваше высочество, примите мои соболезнования С точки зрения постороннего Какой была моя мать Она и правда была Так ужасна Ваше высочество Забудьте прошлое Отпустите его Значат слухи правдивы Когда-то Я рос под защитой родителей Я всегда думал Что все небесное царство Боготворит их Что каждое их слово Или действие было верным Что все Обязаны подчиняться их приказам Я ни разу не засомневался в своей правде Ни разу Но судя по всему Они были злодеями А я, их сын, не помешал им вершить зло И я в ответе за все Что они натворили Ваше высочество, не вините себя Вы не можете Отвечать за их ошибки В этом мире На все есть причина Когда я был теневым стражем Дворца Пурпурных облаков Я мог видеть, как императрица Плачет в одиночестве Ее переполняло скорбь Не увить я это своими глазами Я бы и подумать не смел Что такая величественная И властная императрица На самом деле Обычная Несчастная Женщина В том, что она стала такой Виноват мой отец Но и Пока она была жива Я не приходил к ней, чтобы пообедать Или просто поговорить А сейчас Я жалею Что их обоих больше нет Сегодня я был в небесном царстве Все осталось прежним, но люди изменились Когда я предстал перед Джуньюем Я почувствовал себя беспомощным Он так силен и уверен в себе А я Для меня там места нет Я даже не смог защитить Память о родителях То место стало мне чужим Я больше не чувствую себя там как дома Даже дерево Феникса Мы с тобой похожи У нас обоих нет больше дома Ваше высочество Вы ошибаетесь Когда я следил за повелителем Вод По приказу небесной императрицы Я случайно услышал от него одно высказывание Лишь недавно я понял, что оно значит И что же он сказал Дом там Где твое сердце Дом там Где мое сердце Ваше высочество вы могли не знать Но много лет назад Я потерял свою семью И свое племя Я лишился дома Не шли, а я Не мог отважиться Выйти на свет Тогда я был одержим лишь одной Ненавистью Но потом После стольких бессонных ночей Я вдруг понял Что мои родители и близкие Отдали свои жизни за меня Не для того, чтобы я жил в ненависти А для того, чтобы мог жить дальше Я был их последней надеждой Из всего племени выжил один лишь я Я должен был жить И лишь поэтому Я живу до сих пор И не теряю надежды Стоять Куда собралась? А тебе какое дело? С чего мне отчитываться перед тобой? Вечно ты тут снуешь Кто знает, вдруг ты хочешь навредить брату Фэнну Люин Не будь к ней так строга Она не причинит у неё вреда Я хотела набрать для тебя лекарства Спасибо И что с того, что она заботится о тебе? Эта принцесса действует мне на нервы Хватит Когда я умер и лишился духовных сил А все близкие отвернулись от меня Лишь ты и Суихэ не оставили меня И вы вернули меня к жизни И чтобы она не задумала Я многим Я ей обязан Братец Фэн Отныне я, Му Ци И мой отец, твоя семья Я благодарен вам Нужно поговорить Брат Фэн, как ты себя чувствуешь? Хорошо И что значит твоё это хорошо? У тебя вырос аппетит или духовные силы? Только это тебя и заботит Еда и сражения Не можешь сосредоточиться на дуру? О чём ещё мне думать? Будь ты духом или бессмертным Главное, чтобы ты был счастлив Золотые слова Брат Фэн, ты восстал из мёртвых Сами боги на твоей стороне Это должно вернуть тебе часть духовных сил Яйца Джу Цуэ? Маленький злобный дух У тебя холодное тело Твоя стихия вода Ты переоценила все силы и съела яйца Джу Цуэ? Я виноградинка Я росла из земли Какая ещё вода? Я думала, что Джу Цуэ – это разновидность свиньи Я же не знала, что это огненная птица Хватит болтать Уже голова болит Ради трёхсот лет духовных сил Ты чуть не убила саму себя Дурочка Ты подарил мне их, когда мы отмечали день рождения императрицы Спасибо тебе Брат Фэн, что такое? С ним всё хорошо Но он ещё очень слаб Ему нужно больше отдыхать Не забывайте, нельзя спешить, если тренируетесь Не переживайте Я ведь уже умер однажды Я понимаю, что жизнь не даётся просто так Прими я её как должное Это было бы неуважением ко всем вам Жунь Юй такой бессердечный Покойных нужно почитать Он поступил так жестоко Брату Фэну, наверное, так больно Знаешь А я думаю, что это пошло ему На пользу Он заглянул в себя, чтобы встретиться с прошлым Лишь увидев истину Ты можешь переродиться И когда это ты успел с ним подружиться? Это я его близкий друг? И о чём вы там болтали, мальчики? Да так, ни о чём Мужские разговоры Так о чём? Если пересказать женщине мужской разговор Он перестанет быть мужским, понимаешь? Если тебе скучно, можешь посплетничать с принцессой Суйхэ С ней? Ты совсем опалаумил? Нам не о чем разговаривать Лучше пойду приставать к тебе Муце Что с твоими волосами? По волосами? Муце Ты не замечал? Я, конечно, люблю мужчин постарше Седина тебя красит Ты больше не похож на капризного мальчишку Не пытайтесь меня успокоить Я и не пыталась Мне нравится Дело в том Что я и сам понимаю Что постепенно старею Совсем скоро Я уподоблюсь смертному Я состарюсь, заболею и умру А ещё Начну постепенно забывать тебя Ты же не перестанешь Любить меня Цикада живёт лишь семь дней Мошка рождается на рассвете И умирает на закате Но они живут счастливо У нас впереди ещё десять лет По сравнению с ними Нам ещё повезло Муце Запомни Что бы с тобой ни случилось Мы встретим это вместе Хорошо 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 Тихо. Ваше Величество, Ваше Величество, я умоляю, отпустись, Ифэна. Встану. Я не встану, пока ты не поклянешься. Я не встану. Умоляю. Зачем ты это делаешь? Я прошу тебя, оставь все Ифэна. Хорошо. Я даю слово. Встань. Спасибо, Ваше Величество. Мьер. 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 Ваше Величество, вы позвали меня среди ночи. Что я могу для вас сделать? Все шесть царств должны узнать, что повелитель плавени Сюйфэн ворвался во дворец древних мудрецов и оскорбил Небесного Императора, нарушив законы Небесного Царства. Я лишаю его титула бессмертного. Ему больше нет места в Небесном Царстве. Но... Слушаюсь, Ваше Величество. Ваше Величество. Куанлу. Куанлу. Что это такое? Кто установил барьер? Небожительница. Его Величество тревожится за вас. Он хочет оградить вас от опасностей. Вы должны выздоравливать, и вам лучше оставаться здесь. Его Величество столько сделал для вас, стольким пожертвовал. Поймите, он желает вам только добра. Куанлу. Выпусти меня. Красавица. Я сидел дома и рисовал портрет красотки. Я даже подумать не мог, что кто-то сел и притащит меня сюда. А у тебя что? Чего ты там стоишь? Осторожно. Здесь барьер. Заклинание Жуньёи, да? Совсем из ума выжил. Ты сможешь его сломать? О, боги. Что ты сделала, чтобы он так разозлился? Он вложил в этот барьер почти всю духовную силу. Хватит шутки шутить. Я спрашиваю тебя, ты сможешь сломать его? Ну, я могу посидеть рядом с тобой. Ну, ладно. Ходят слухи, что Сейфэн появился в царстве духов. Это была ты? Так и знал. Только ты на такое способна. Неудивительно, что Жуньёи так взбеленился. По его указу, Сейфэн лишился титула бессмертного и больше не может вступить в небесное царство. Так вот, что он имел в виду. Говоря, что отпустит его. Он уже не тот, что прежде. На его глазах небесная императрица расправилась с его матерью. Он всей душой ненавидит мать Сюйфэна. Попробуй понять его. Иногда я вспоминаю о прошлом. И скучаю по былым временам. Вспоминаю первые сто лет, что провела здесь. Я впервые попала на небеса. Отсюда открывается такой прекрасный вид. Я не злой дух. Я благородный виноградный дух. Возьми. Ладно, ладно, я поняла. Сейчас всё унесу. Как ты могла подпереть стол книгой? Этой ночью ты не спишь. Будешь практиковаться в трансформации. Утром проверю. Маленькая слуга, ты откуда? Я не слуга. Я полунебожитель. Полунебожитель? Этот маленький злой дух думает только о духовных силах. Раньше не было ненависти, мести, обиды на родителей. Я жила во дворце в ветвях платана и была обычной служанкой, что подавала фениксу чернила. Куда ты собралась? А кто сделает чай и наполнит чернильницу? Это входит в обязанности слуги. Эти дзунзы из мира смертных совсем невкусные. Мои цветочные пирожные в сто раз вкуснее. Они так и тают во рту. Такие нежные. Ладно. Готовить дзунзы с духовной силой. Выращивать цветы и деревья. Повышать культивацию, забыв о тревогах. И быть гордым виноградным духом. Я еще помню, что тогда феникс был таким горделивым, строптивым и полным жизнью. Ничто в этом мире не может напугать великого Сюйфэна. А рыбешка в те времена был таким милым и мягким. Можешь называть меня Жуньюи. А как мне называть тебя? Меня зовут Дзиньми. Вот, возьми красную ниточку. Ты обязательно найдешь туз, который проведешь всю жизнь. Спасибо, дух Дзиньми. Это были самые славные времена. Жаль, что прошлого не вернуть. А сейчас... Даже дерево феникса погибло. Будь у тебя эликсир разрушения, ты бы приняла его? Именно из-за него... случилось то, что случилось. Я никогда не жалела... о времени, что провела с фениксом. Но... Это я во всем виновата. Это я... Все, надоело это слушать. Почему ты уходишь? Да кому охота слушать твою нытье по горелой вороне. Пойду найду кого-нибудь, кто разрушит твою клетку. Я пошел. Спасибо тебе. Пучи. Что происходит? Ваше Высочество. Ваше Высочество. Что с вами? Наверное, я немного перестарался. Поэтому мне несколько не по себе. Ничего страшного. Не волнуйся. Как скажете. Сегодня на рынке я видела указ Небесного Императора. Что за указ? Он лишил тебя титула Небожителя и изгнал из Небесного Царства. Жуньёй. Жуньёй хочет избавиться от тебя. Отойдите! Вам нельзя. Вы знаете, кто я? Прочь с дороги. Приказано никого не впускать. Жуньёй. Жуньёй. Объясни мне, почему ты лишил Сюйфэна титула? Ты и так стал Небесным Императором. Где твое благородство? Оставь его в покое. Он же твой брат. Ты уже убила его один раз. Сюйфэн слишком гордый. Лишить его титула намного хуже, чем просто убить. Как ты мог пойти на такое? Бессмертный. Вашего мнения не спрашивай. А ты молчи. Небожитель. Сюйфэн ворвался во дворец древних мудрецов и пытался навредить его величеству. Вы вымудили его? Сюйфэн хотел поклониться могилам предков. Как вы могли помешать ему? Сюйфэн нацелил меч на его величество. Если бы его не остановила Небожительница Дзиньми, его величество уже был бы... Дзиньми? А как она? Она снова помогла тебе напасть на Сюйфэна? Верно. Она снова примкнула ко мне против него. Их любовь обречена. Дядя, тебе лучше остыть. Ты не можешь так с ним поступить. Сюйфэн. Он ни в чём не виноват. Стража здесь. Не касайтесь меня. Увести его. Есть. Жуньюй. Ваше величество. Жуньюй. За ним охотятся все злые духи. Если ты не позволишь ему вернуться, ты подпишешь ему смертный приговор. Жуньюй. Он же твой брат. Повелитель, к вам гость. Что за гость? Повелитель. Повелитель. Спасибо. Девушки отдыхают.